Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами я, Жека, и сегодня в режиме проекта Смотрины мы посмотрим с вами такую игрушку под званием Windforge, что в переводе примерно значит как воздушная кузница или что-то вроде того. Сделанная эта игрушка компании Snowdin Studios. Эта компания не должна вам быть знакома по любой игре, потому что это является первой ее игрой. И судя по тому, как она удачно и бодренько продвигается по Greenlight, эту игрушку ждет хорошее будущее, потому что многие ее ждут. По скриншотам, никогда не судите игру по скриншотам, но по скриншотам вам может показаться, что эта игра безумно похожа на Terraro или того рода игр. Если честно, только большие боссы и некая 2D-шность напоминают Terraro. Здесь их сходства абсолютно во всем дальше расходятся. Но давайте не будем разглагольствовать, просто узнаем, чем же является эта игрушка. Вот они, наши герои, китобойцы. Дело в том, что на этой планете Кордеус все завязано на китовьем жире. Если сравнивать с нашей планетой, я бы провел аналоги, наверное, с нефтью. Дело в том, что не только киты как пища, но и их жир тесно просочился во все сферы жизнедеятельности жителей этой планеты. И китовий жир очень и очень ценный. Энергетики, в пище, в домашнем быту. И эти наши персонажи являются китобойцами. Но в отличие от нашей банальной планеты, где киты обитают всего лишь в океанах, здесь, на этой планете, киты летают в воздухе. И, соответственно, чтобы их достать, нам нужны специальные аппараты. Скорее я бы назвал, наверное, воздушной крепостью, нежели воздушные кузницы. Но, возможно, я просто неправильно перевел. И, скорее всего, именно является воздушной крепостью. В общем, это наши китобойцы. Но на этой планете, как вы видите, они после того, как завалили кита, они разделяют его по полной программе, забирают мясо. То есть полное уничтожение и истребление китов привело к тому, что киты потихоньку начали исчезать с этой планеты из-за того, что их слишком часто уничтожают. Как и, собственно, в реальном мире. И здесь у нас показана некая альтернативная энергия, собственно, которая является запретной в этом мире. Но она равносильно той же, что используется, где используется китовий жир. Собственно, наши герои должны добыть эту альтернативную энергию. Но вот эти ребята из этой корпорации, ярые представители этой корпорации, скажем так, против допущения в обширные массы этой альтернативной энергии. Здесь мы можем наблюдать их названия Айт Херкин какие-то. Ну, вот как бы так их зовут, скорее всего. Но они против. И они будут яро противостоять нам в нашем, собственно говоря, добыче этой альтернативной энергии. Сейчас мы имеем возможность назвать нашего персонажа. Конечно же, мы назовем его Дрожа. Как же мы можем выбрать пол? Давайте выберем женского персонажа. Нет, женского персонажа Дрожа не бывает. Выберем он цвет волос. А вот зелененький пойдет. Комбинезон. О, ё-моё. 101 убежище прям. Костюмчик, я думаю, вот это будет по-джентльменски вполне, да? А, подожди. Назад цвет. Там больше нет. Да, вот джентльменский костюмчик. Вполне устраивает меня. А вот и наш, собственно говоря, корабль, с помощью которого мы перемещаемся. Ну, или воздушная кузница. Больше воздушной крепости, я бы сказал. Хотя и на крепости это довольно не смахивает. Воздушная изба, я бы больше даже назвал это. Сдирижаблем. Вот. Это наш корабль, на котором есть две кровати. Вполне обошлись бы и одной. Все-таки это Карин. Карин. Наша спутница, которая нам рассказывает, что, типа, нам нужно направляться в правую сторону. Там справа находятся руины, в которых, скорее всего, есть эта та самая технология. На корабле мы наблюдаем у нас крафт стол. Стол крафта, на котором мы можем много чего сделать. Но, конечно же, нам для этого нужно очень много ресурсов. И, соответственно, в подвале мы видим наши двигатели, с помощью которых мы, собственно говоря, и перемещаемся. Двигатели средненькие. И, скорее всего, их надо будет как-нибудь потом увеличивать в мощности. Но, конечно же, для этого надо, как говорится... Оу-оу. Не стрелять. Для этого надо, конечно же, собирать больше и больше лута. В сравнении с тем же... Той же террарией можно сравнить в том, что здесь есть также самые ресурсы, которые можно собирать. Вот так вот они собираются, грубо говоря, нашим буровой обстановкой. Нашей буровой обстановкой мы все бурим. И собираем камни, грунт, дерево, железо, всякие полезные ископаемые. И я думаю, в этом плане все здесь банально и понятно. Не знаю, насчет звуков я вроде бы подуменьшал. Но, я думаю, достаточно нам дерева и грязи на сегодня. Это и есть наши руины, которые окутаны тымкой тайны. Что же в них такого руинного и древнего? Давайте уничтожим эти блоки, которые явно остерегают. Но чтобы мы сюда не пробирали. Что нас здесь ничего хорошего не ждет. Пройдем. И тут же мы попадаем на нашего первого противника. Который не отличается умом и сообразительностью. Собственно говоря, мы по нему даже попасть не можем. Есть. Раз попали. Два попали. Тихо. Есть. Четыре, собственно, раза попасть по нему хватит. Так, у нас здесь какие-то денюшки. 57 долларов. Серьезно, здесь действуют доллары. Но чтобы не утруждаться, по всей видимости, разработчики решили просто-напросто воспользоваться долларами. Как вы видите, внизу нас может ожидать пропасть. Которая приведет к падению на землю. И, конечно же, мы получим урон. Но я вас уверяю, это далеко не земля. Это все еще большой здоровенный остров. С которого мы можем свалиться. Что у нас здесь? Это блоки какие-то. А как они здесь оказались? Ну, в любом случае, ну, на халяву и уксус сладкий. Еще 500 баксов. А вы видите вот это? Это нажимная плита. Которая не действует, к сожалению, вот так. Но если мы на нее наступим, она исчезнет. И мы могли бы упасть именно на штыри. Тут железный слиток. И мы не поврисуем и спустимся сюда. Руина, платформочка. Мы ее собрали. Она нам когда-то пригодится. По сути, мы побывали в руинах, если не одно. Но здесь есть скрытый потайной ход вперед. Вверх точнее. Который скрывает нам вот этого вот противника. Который яро пытается нас уничтожить. Но мы его не дадим. Из него выпал стейк. Мы его подберем. Почему бы и нет? Нам всегда пригодится еда, как говорится, да? Так. Дайте мне вот это. Я тут немножечко уже поиграл. И я-то знаю, что мне пригодится быстрый уход с этого помещения. Потому мы сделаем здесь отходный путь. Скажем так. Так. Можно я уничтожу эту дверь? Да. Вот. Отходный путь сделаем, который поможет... Давайте даже вот здесь вот. Он будет более приемлемый. Давай, ломайся, не стесняйся. Вот. Такой путь отхода нам будет приятен и полезен, грубо говоря. Так. Открыли дверь. Что это такое? Взяли. Какой-то кусок розовой пиццы, что ли. Дверь. Воу-воу. Там лазер какие-то. Нифига. Так. Тихо. Уничтожься. Чудо-машин. Мне просто интересно. Я знаю, что можно мимо нее пробежать, да и не париться. Но мне безумно интересно. Сколько надо будет выстрелов сделать, чтобы уничтожить эту адскую шайтан-машин. Есть. Мы уничтожили ее. Но нет худа без добра. Нам нужно идти дальше. На подвиги. Открыли дверку. Здесь есть круг. Очень замечательная вещь. Не важно на какое у вас оружие. Правая кнопка мыши. И у вас активируется крюк. Что это такое? Что это такое? Что это такое? Орех? Серьезно? Мы подобрали орех? Так. Врагов вроде бы нет. Оп. Крюк замечательная вещь. Очень полезная и нужная вещица. Еще 200 баксов. Интересно. Здесь можно что-то покупать? Тогда зачем баксы делать было? Это же параллельная вселенная все-таки. Здесь надо было делать какие-нибудь, не знаю, китайские тугрики. Более правдоподобно что ли было бы. Так. Здесь у нас еще один судок. Из которого мы получили железный или серебряный слиток. Или что-то тому подобное. Что это там такое? Ни хрена себе, что за василиски такие. Пошел. Вон. 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 Ай-яй-яй-яй. Попал в меня. Ты где там? Эй-яй. Ты что сцепился-то? Блин. Иди сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Иди сюда. Так. Я почти тебя убил. Я уверен в этом. Если бы я еще попадал, было бы еще здоровее. Есть. Я убил. Из него нам выпало три куска мяса. И кусок розовой пиццы. Круто. Я просто в счастье. Я просто в экстазе от этого. Больше у меня таких не будет. Мобыков. Так. Здесь у нас патрончики. Вкусные. Халявные патрончики. Большой островок. Как мы можем заметить. Очень довольно большой. И загадочный остров. Привел нас вглубь какого-то... Каких-то руин. Где написаны какие-то наверняка интересные истории. И здесь мы видим чип. Чип. С помощью которого, наверное, и является это куском этих древних технологий. Которые запрещены в этом мире. Мы его возьмем. И произошел вселенский бум. Из-за которого начало все... Ну, как я предполагаю, ржаветь. Воу-воу-воу-воу. Пропусти меня. Пропусти. Ты что меня закупорил? Ай. На меня падают куски какого-то... Ау-воу-воу-воу-воу. Он меня не пускает. Есть. Пропустил. Текай. На меня что-то падает. О-о-о. Щет. Меня тут закупорили. Нет. Выпустите меня. Выпустите меня. Она у меня на голову падает. Из-за этого меня ранит. Да выпусти меня. Есть. Нет. Я не дамся. Выпусти. Я вижу выход. Я вижу... Я делал выход. О, блин. Пропусти. Пропусти. Фух. Выбрался. Слава яйцам. Пополнили нашу жизнь. И все. Убираемся отсюда. Я готов. Поехали. Произошел вселенский бум. У нас загорелись двигатели. Все... Все сломалось и наш дирижабль или воздушная кузница с грохотом рухнула на землю. Наш взрыв привел к тому, что мы потеряли управление и, к сожалению, начали стремительно падать вниз. Что привело, конечно же, к нашему крушению на еще один, скорее всего, летающий остров. Не сказать, что это безумная радость, но, скорее всего, нам нужно либо искать путь отхода на другом дирижабле, либо чинить этот. Я, на самом деле, не знаю, что нас ждет на этом острове. Давайте еще немножечко побродим по этим окрестностям, чтобы полное иметь представление об этой игре. Так. Уберем. Идемте в эту сторону. Посмотрим, что у нас тут есть. У нас есть пистолет. У нас есть пистолет. Зачем нам нужен будет пистолет? Чтобы отстреливаться от всех... Воу, воу, воу. Кто на нас может нападать? На самом деле, они даже не обращали на меня внимания, пока я не начал на них стрелять. Я думаю, не стоит так опрометчиво раскидываться патронами, а как-то целиться, что ли. Так. Иди. Ты можешь остановиться? О, все, убил. Из тебя мне выпала... Эй, значит, нюшка. И еще такая. Воу, воу, воу. А, тут заперто. Иди сюда. Именно на таран возьму тебя. Так. Пекаль. Умри. Умри, умри, умри. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Ну, еще раз. Есть. Все. Попал. Я его убил. Это здорово. Это, по всей видимости, какая-то шахта, которая привела нам... О, железо. Я думаю, пригодится. А, это медь. По всей видимости, копр. Копр. Короче. Короче, все это медь, имеется в виду. Мои подстания на медицинском языке очень-очень ничтожны. Так что не обессудьте. Мы насобирали каких-то ресурсиков. И давайте опускаться вниз. Если вам страшно и голодно и холодно... Ой. Конечно же, падайте. О, я вижу человека. Но он меня не видит. Он не знает, что я здесь. Надо тихонько подобраться. Тихо, 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 тихо. Ты... Френдли? 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 What the fuck? Одесса, да. На, в баштан. Все. Не знаю, кем ты был, но ты явно уже не френдли. Что у тебя выпало? У тебя ничего не выпало. Что у нас здесь есть? Вау. Так, там у нас ничего нету. Ух ты, что это? Металлом, по всей видимости. Кроме металлома, выдели нам... Дерево? Что-то такое. О, прикольно. Инструменты. Или инструкшн там было написано. Что-то тому подобное. На самом деле, у меня поздняя ночь. К сожалению, я немножечко туплю. Извиняюсь за это. Я понимаю, что это не оправдание. Так, у нас здесь выход. Но у нас там есть спуск. Еще ниже. Конечно, пойдем ниже. Да, не стреляй ты, пожалуйста. Руби вниз. Опс. Опс, опс. Берем пистолет и... Оп. Воу. Воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Это было больно. Так, там еще один есть. Или... У вас тут как? Но... Так, у нас здесь типа выхода, да? Выхода из подземелья. Новая. Это закупоренная шахта. Другая, я бы даже сказал. Которые... О, протиснулись. О, какой мир большой, да? Меня очень-очень радует, что здесь, как бы, знаете, открывается постепенно. Не как в террарии. Мы изначально видим, сколько, где, какие у нас подземелья. А у нас все это надо, как бы, говоря... Ой, я даже упал. Один хп потратил. Открыть все это еще сначала надо. Это здорово, на самом деле. Это... Это очень-очень... Реалистично, я бы даже сказал. Хотя, реалистично к такой игре нельзя применить. Почему у нас кнут не работает? Не понял. У нас кнут кончился? То есть он... Он определенное время, что ли? Я на самом деле не знал. И я на самом деле не знал. Вот. Крюк. О. Я, по всей видимости, его случайно убрал. Я, по всей видимости, случайно его убрал. Это нехорошо было. Но, хоть я и разобрался, как его поставить. Это радует. Так, патрончики. Патрончики пойдет. Поднимаемся. И что у нас здесь? На самом деле, странно, что нет противников в виде хотя бы по анальных, там, летучих мышей или уже каких-то червей. То есть, на данный момент это всего лишь при альфа. И все, что нас ждет, это, конечно же, немножко примитивно. Немножко примитивная графика. Немножко примитивная система боя. Но уже чувствуется некий потенциал этой игрушки. В плане в том, что, хотя бы представьте, какие масштабные, онлайновые, мультиплеерные, могут быть сражения один на один в этих крепостях, да, здоровенных, которые вы можете сами себе построить. Любого, по сути говоря, размера. Даже я смотрел, можно сделать из тушки кита себе, грубо говоря, крепость, нацепив на него, грубо говоря, вот этот вот шар дирижабельный, да, сам дирижабель. Можно построить все, что хочешь. И, соответственно, наверное, кооперативная охота на тех же самых китов. Это будет, на самом деле, круто. Я очень безумно жду посмотреть, что из себя представит эта игрушка, когда уже выйдет именно такая, какие ее хотят видеть сами разработчики. Тем самым мы потихонечку исследовали, наверное, всю южную часть этих подземелий. И, оу, я потратил два хп, спрыгнув с такой высоты. Это было опрометчиво. Наш зеленоволосый друг любит прыгать и тратить хп. Много хп. Оп. Так, но мы не побывали вот с левой стороны, что меня, конечно же, наводит на мысы. А почему бы и нет? Эй, эй, эй. А спуститься я не могу. То есть я залез, залез, а спуститься не могу. Эй, 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 протиснулся. Хорошо. Замечательно. Уи. Эть. Не допрыгнул. Готово. А что у нас здесь? Воу. Здравствуй, дорогой друг. Не желаешь ли умереть? Ну, так случайно, может быть, да. Благодарю тебя. Здесь у нас ничего нету, кроме, соответственно, меди той же, с которой нам придется, скорее всего, что-то, может быть, склепать. Это что? А, это бур наш. А, понятно. Это наш инвентарь. Крафт. Вот, крафт у нас есть. Угу. Камень. Роуд. Котон какой-то. Это шеш, что ли? Да ну. Ну, может быть, кстати. Так, суперножик какой-то, из которого... Ага, мандрагора, нифига себе. Корень мандрагоры. И особый ножик. Ну, это, видать, яд. Ножик с ядом. А это что у нас такое? Блок камня. Ммм, интересно. Это можно будет сделать себе, соответственно, хорошую, по всей видимости... Вот. Соответственно, хорошую можно себе сделать... Крепость. Я так предполагаю, на этом все из-за укручена. Мы можем делать хорошие, качественные крепости. Конечно, не из грязи, но тем не менее. А, это было дерево, вроде бы, а не... Грязь. Так, поднимемся вверх. Делать нам здесь особо уже нечего. Поднимаемся вверх. Я думаю, можем спокойно выходить через этот выход. По крайней мере, здесь нас ждет новый противник. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты мне 4 хп снес. Не такой уж ты грязный, когда тупой. Почему я в тебя не попадаю? Почему я такой косой? Зачем я такой вообще косой? Я в дерево... О, я упал. Попал я в тебя, слава яйцам. Так, давайте дерево немножко соберем. Радует, что оно вот так вот ломается, а не как в Майнкрафте. Кусками. Так, еще разок. Ну, ну, ты смотри, какой шострый какой. Так, по всей видимости, у нас там обрыв. Я не думал, что нам нужно упасть в обрыв. Давайте вернемся и пойдем в другую сторону. Я думаю, посмотря вторую сторону нашего островка, я думаю, будет более чем достаточно для первого взгляда на эту игру. Тем более, что, на самом деле, это, мне кажется, даже уже много для первого взгляда. Любой бы хотел, наверное, сам бы поиграть в эту игрушку. Или можем, смотрите... Кстати, я оставлю вас в тайне, что у нас является на той стороне. Мы отправимся по верху и посмотрим, что на самом деле скрывает верх этого острова. А, ничего. А, бламинго. Ничегошеньки он не скрывает. И на этом, наверное, лучше закончить. Для вас, для тех, кому понравилась игра, вы спокойно сможете ее, я думаю, скачать. Сейчас она на множественных сайтах есть бесплатная. И вот такая вот еще сыроватая версия. Конечно же, я буду ждать релиза ее в Steam. Именно на платформе ПК. Я имею в виду, что на платной основе. Хочу посмотреть, что из нее хотят сделать разработчики. А именно мультиплеерные батальные сражения. Буду ждать, буду надеяться. Вам, конечно же, всем огромнейшее спасибо за просмотр. Если вы впервые на нашем канале, то почему бы и нет, ребята. Подписываемся на канал, пишем комментарии, ставим лайки. Это всегда поможет развитию нашего канала. Подписываемся в группу ВКонтакте. И советуем этот канал друзьям. А всем вам удачи. До скорого. И что? Правильно. Не голодайте. Какой не голодайте? Не летайте.